Нефтяники месторождения Южная Хыльчую провели тактико-специальное учение по ликвидации открытых нефтегазовых фонтанов. Она стала первым на территории Нинецкого округа. На одной из скважин месторождения Южная Хыльчую произошла условная поломка. Из-за неисправной задвижки на фонтанной арматуре начались утечки газожидкостной смеси. Она не просто течет, фонтанирует. Чтобы не произошло возгорания, пожарные заливают площадку вокруг скважины пеной. И не важно, что ситуация смоделирована. Спасатели действуют по плану. Сейчас наша задача главная – избавиться от аварийной задвижки, которая неисправна в данный момент. Вот сейчас они закончат монтаж тростовой оснастки. И при помощи данного приспособления задвижку сбросят с крестовины фонтанной арматуры. И после этого будет дальнейшее наведение уже исправной задвижки, чтобы ликвидировать нефтегазовый фонтан. Это первые учения в Ненецком округе по ликвидации неуправляемых фонтанных выбросов. По словам специалистов, такие ситуации возникают практически при каждом запуске новой скважины. На Южном Хальчуюб инцидентов подобного рода не было. Однако руководство территориально-производственного предприятия решило перестраховаться. Тактика специальной учения наглядно показывает, насколько готовы аварийно-спасательные подразделения к слаженной работе по ликвидации аварий. В учениях задействовали силы персонала личного состава противопожарной и газоспасательной служб и Южно-Российской противофонтанной военизированной части. Федеральная структура специализируется на предупреждении возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. На территории Южного Хальчую действует около 200 скважин, и каждая из них под особым контролем. Мы работаем над тем, чтобы таких аварий не случалось вообще. Поэтому мы постоянно проводим сами тренировки по ликвидации возможных аварий, каких-либо. Естественно, проводим ремонты на оборудовании, следим за оборудованием, чтобы не было никаких аварий, не случилось. Руководителем на учениях выступил специальный штаб. Его цель – организовать слаженное взаимодействие всех участников ликвидации аварии. В планах «Лукоил Севернефтегаза» привлекать к спасательным операциям головной офис предприятия. Впервые на учениях используется мобильный видеокомплекс. Он позволяет в режиме реального времени специальной комиссии в Усинске и Москве следить за ходом учений. В будущем такие мобильные комплексы планируются применять при возникновении реальных аварий. Наблюдателями в учениях выступили представители комитета гражданской обороны и главного управления МЧС по Ненинскому округу. Надо отдать должное. На самом деле ребята с задачей справились. Действительно было видно в режиме онлайн, скажем так, как это делается, как это происходит. А такие ситуации случаются, хоть и не часто, но достаточно с большим, скажем так, ущербом для окружающей среды. В Комитете гражданской обороны также отметили высокий уровень проведенных тактико-специальных учений, по результатам которых поставленные цели были достигнуты.